Добрый вечер! Я диспетчер, это LexForce. Смотрим за последней игрой до переигровок, если они будут, а потенциальный такой вариант есть. Сейчас расскажу все вам внимательно. Послушайте. NEMIGA Gaming Flight Moon. Такой вот последний матч. Параллельно играет команда Vega и Gambit. Что может произойти? Если команда Flight Moon обыгрывает NEMIGA, а команда Vega обыгрывает команду Gambit, то в таком случае переигровок не будет вообще. Если же команда NEMIGA, либо команда Gambit обыграет своего оппонента, то переигровки будут, притом такие достаточно глобальные, там на 4 или даже на 5 команд. Вот как-то так получается, так что последний матч и посмотрим, что в итоге произойдет. Параллельно на первом канале, вы и сами знаете, идет матч Vega и Gambit. Ну а мы посмотрим за NEMIGA и за Flight Moon. Flight Moon играли 0-5, всем проигрывали, но сейчас, видимо, проснулось чувство. Забрать всех на дно, помешали Gambit, видят NEMIGA, говорят, опа, наши ребята, можно принимать. И Flight Moon прям играет мощно. Не рофлят, берут хороших героев. Играют душой, короче. Душой. Душой играют. Душой и никого пускать в плей-офф не хотят. Не хотят. В итоге у нас появляется Демон, Марс, Лешрак и Джаггернаут. Команда Flight Moon. Кентавра отдали Flight Moon, правда, в этот раз он не оказался в бане. Сегодня такой день, по крайней мере, в рамках нашей работы с тобой. Кентавра мы вообще не видели, он постоянно в бане сидит, там Дарксиры сегодня было очень много. В рамках этой игры Дарксира пока нет и, похоже, уже не появится. Просто тут его некуда ставить. Увы. Ничего, ничего. Мы его сегодня насмотрелись и хороших Дарксирок видели, и плохих по-разному было. Вспоминаем эту игру с вакуумами, а с пасами прекрасными. Было. Было дело. Ну что, и два последних пика остается у Немиги. У них нет возможности забрать самого-самого-самого-самого последнего героя. То есть 22-й пику Flight Moon, поэтому нужно взять что-то, ну, наверное, универсальное. Сейчас либо на Мид, либо на Кэрри. В принципе, они уже видят... Погоди, а что они видят? У них... Против них Лишрак, Марс, Шедоу Демон. Как это распределиться? То есть в теории это может быть и Марс 3, или Шрак 3, и Марс Мид, или Шрак Мид. Нет, тут вообще что-то ничего не понятно. Надо прям, наверное, что-то совсем универсальное брать ребятам из Немиги. Я даже теряюсь, если честно, какой-нибудь Шедоу Финт, или что, или Эмбер на Мид, и на легкую линию какого-нибудь... Тоже герой там с универсальной какой-то линией, который с котлом мог бы хорошо стоять. Да, что-то как-то трудно. Ну, не знаю, в Рейс Кинг, может, какой-нибудь. Ну, Свена уже брать не особо хочется. Против Лишрака Шедоу Демона. Особенно против Шедоу Демона. Рейс Кинга могут задавить быстрыми диффюзами. Могут, да, но взяли Шторман. Это не универсальный герой на самом деле. На центр против Лишрака. Ну, то есть, да, Лишрак может его очень сильно здесь побить. Контроля, кстати говоря, у Флайт Уму не так много хорошего. Там разве что стан в Дизрапшн. Но если Шторм Спирит купит себе и ульчик какой-нибудь, то, в принципе, ему будет норм. Вот. Да. 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 Осталось 5 секунд. Вот. Ну и, соответственно, баны нужно сделать. Флайт Умун уже точно знает то, что пику соперника не хватает четвертой позиции. Банят Шедоу Шамана. Ну, а команда Немига, она, в принципе, ничего не знает. Ну, тут можно на самом деле забанить Интимага. Вот без рофлов. Ну, забанили Лину. И ласпикают Энигму. Так это же Иннимига. Это же Иннимига. Ну, да. То есть это все-таки четверка. Хотя, кстати говоря, может быть и четверка Кентабр. Да, я скорее верю в Энигму тройку, если честно. Я бы взял АЭМа без рофлов. Вот прямо сейчас. Контроля на АЭМа крайне мало. АЭМ Энигму не шибко боится, потому что он очень юркий, быстрый герой. И может Монавоидом... Он же, погоди, он же может Монавоидом прервать Блэкхолл в БКБ? Там есть Министан, надо почекать. Я что-то уже не помню. Мне кажется, что... Да, да, должен быть Министан. То есть урон не проходит, а Министан должен проходить. То есть, ну, ты телепорт же можешь сбить. Телепорт-то ты сбиваешь, да. Да, да, да. Но я все равно чекну. Чекни. Так, Flight to Moon, Last Peek, Last Peek, Last Peek, Last Peek. Я уже высказал свое мнение. Ну, можно, конечно, что-нибудь другое взять. То есть, возможно, им как раз... Может, они хотят Марса в МИД. Что-нибудь такое, знаешь. Непонятно. Понимаем. Ну, учитывая, что Flight to Moon. Ну... А Сайленсер не рассматриваешь? Вариант вообще взять? Мне не очень нравится. А, Сайленсер в бане. Ок. Первый бан от команды Немега. Сайленсер. Так что тут... Нет, ну он тут был бы неплох. Штормазы, текать, инигвум, блокхоллы сбивать. Ну, ладно, все. Этого героя нет. 30 секунд для Слэйера. 30 секунд для Слэйера. И Арк, кстати говоря, на антимаги шпилит довольно годно. Ну, просто типа от Джаггернаута, типа, куда девать? Вот, типа, в чем вопрос. Ну, да, наверное, антимага не станут брать, когда Джаггернаут уже в пике. Хотя я бы взял бы даже... Ну, а что ты теряешь? Ты не выходишь уже. Возьми антимага. Ладно. Как это айсберг? Это айсберг. Да я понимаю, но... Айсберг на ВРке хорош, хорош. Я тебе так скажу. Не хуже, чем Виха будет. Это наш аналог. Отечественный. Отечественный Виха, да. А может быть, это Виха копия айсберга? Не, не. Виха. Хотя они играли еще как раз на шанхайском ажоре, когда это ВРК появилось. Они там вдвоем. Да, это еще Spirit была команда. Да, там и Рамзес был. Там и Рамзес был, который тут сейчас сидит. И Каблак был. Да, состав там был, конечно, интересный. Бодренький, бодренький. И Акулыч был. Акулыч. Он еще тогда был Afterlife. Да. А сейчас он Акулыч. Акулыч. Уважаемый человек, между прочим. Правда, правда. Ну, пик сверху выглядит мощно, я тебе так скажу, мощно. Драка где-то в мидгейме. Ну, на темпе могут, конечно, Fly to Moon задавить вообще без проблем. Но, опять-таки, если все-таки, если все-таки Enigma купит блинк БКБ, сбивать нечем. Вообще. Вообще нечем. И надо стараться до этого момента, если и дотягивать, то при этом иметь хорошую доминацию в игре. То есть, как бы, когда соперник надеется только на Enigma, вот со скиллами, с такими, то стоит Enigma как-то вот помешать, кастовать Blackhole, да? Как-то напасть первым. Может быть, развести там, байбайки какие-то сделать. Сразу же будет видна брешь в стратегии команды Nemiga Gaming. Вот. А если ты при прочих равных так играешь, что у Enigma еще появляются слоты, и тебе еще сложно эту Enigma как-то развести на кнопки, то, ну, извините, игра будет невероятно трудная. Да, Nemiga очень важна эта победа, чтобы свести всю внутриигровую ситуацию к переигровкам, так что ребята должны быть сейчас максимально собраны. Ну, а ребятам из Flight to Moon чисто наплевать на победу здесь. Они просто хотят поиграть в доту. Просто хотят пошпилить, потому что это спортивно, потому что это правильно, потому что это нечестно было бы по отношению вот к другим командам, которые также могут попасть в переигровки, да? Те же самые там Na'Vi, Gambit и прочее. Вот если бы ребята из Flight to Moon просто взяли бы и пропустили команду Nemiga, скажут, ладно, ребят, мы играть не будем. Вы идите там, играйте в свои переигровки, пожалуйста. Нам уже все равно, нам не выйти. Я думаю, что остальные СНГ-команды были бы немножечко недовольны этим. Вот. Ну и зрители, конечно, которые там следят за... Вообще всей СНГ-квалификацией наверняка были бы не шибко рады. Да, да это просто неправильно, в конце концов. Так что мы здесь, и мы смотрим эту игру. Что там, парни? Можете на переигровке, спрашивает Айзберг. Еще. Еще. Что они не отвечают? Или они все их замутили? Не знаю, они все сосредоточены. Они замутили просто и говорят, все, мы играем. Да, 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 все, играем. Они сейчас будут там мешать, что-то писать там, анекдоты. Про гвозди какие-нибудь анекдоты. Реально не отвечают. Увы, ну это уже... А не ответить Айзбергу? Ну, а не ответить Айзбергу не так страшно, как не ответить Куману. Слушай, Айзберг-то, если что, тоже может. Не, ну Айзберг-боксер, а у Кумана огнестрел. Кого ты боишься больше? Страшный вопрос. Ну вот и все. От боксера хотя бы можно убежать. А вот от Кумана, я думаю, нет. Ладно. Все, это, конечно, шутки. Шутки-прибаутки. Флоу в боте на Марсе. В топе Фервион и Зитрекс. Решили немножечко посвапать линии. Ребята из Fly to Moon, то есть они своего хардера отправляют на легкую. Там он будет стоять с Кентавром. Интересно, кто сильнее? Кентавр или Марс? Ну, и Нигма как бы сделал и Далонов. Ну, к ныне... Ага, тапочек. Да-да-да. Тапочек. То есть уже тройка Кентавр по итогу. Да-да-да. И Нигма будет четыре. Не, ну Марс должен под действием Нигмы проиграть эту линию, на самом деле. Возможно, кстати, Нигма страйфанется в топ потом, но... По сути... Вот буквально парочку рейнджовиков ты съедаешь, быстрее второй левел появляется у твоего Кентавра, ему становится проще. Вот, и ты потом делаешь быстрее Арканы. Сейчас Нигма не покупает Доминатор. Не покупает... Не делится кольцами, потому что это бессмысленно. На топе тяжелая линия, я бы сказал, для Эмбера и Киперов Зелайта. Лидширак первый уровень стан. Если вдруг попадет, там залетает крутилка, Эмберу очень тяжело как-то уйти. Вот он стан. Ну, это и урон, конечно, еще серьезный. Поэтому тут трудновато будет. А с All of Swans of Life можно оформлять ФБ. Здесь большой шанс ставиться такой вот глубокий вард, который будет давать весь Вижн, чтобы можно было выйти комфортно, дать Дизрапшн. Практически в любой позиции. Ну и вот он, пошел Дизрапшн. Стандарт широка. Блэйд Фьюри. Эмбер оказывается в ловушке. Пытается уйти, но сделать это невероятно трудно. И All of Swans of Life забирает ФБ, что не очень хорошо. Томок Аркс спокойно брать первое убийство. Но да ладно. Зато покупает All of Swans of Life себе ботинок сразу же. Будет теперь намного быстрее. Да и на самом деле по кулдауну Блэйд Фьюри атака может повторяться. Снова и снова и снова. Кипер взялит в такой ситуации вообще не помощник. Так что вот эта линия пока самая любопытная. Но это плата за Энигму в лесу. Энигма в лесу, поэтому натопить так и тяжело. На центре равенство. Верка очень такой стабильный мидер. Тяжело ему как-то помешать. Очень приятно аниматься атаке. Очень много урона. Есть хороший вариант похаратить противника за счет виндрана. Нажимаешь, делаешь 3-4 удара на халяву. Ну и сильный нюк, который заставляет всегда восполнять где-то хп. Атака на топе снова. Повтор в этот раз про два кипера взялайта убивают. И даже без помощи Джаггернаута, потому что поелись диаболики. В общем чудовищная линия для команды Немига. Хуже просто не придумать. Энигма идет фармить и чужие леса. Приходит на вот этот кемп. Так можно назвать его кемп мидера. Обычно. И забирает. Его идет дальше. Хорошо, Энигма все превосходно. Но, как я говорю, это плата. Это плата вот за вот это. Ну, Зитракс уже вчера играл такую игру на Эмбер Спирите. Если не хуже. У него там было все очень плохо. Здесь будет тяжелее, потому что... Шух-шух-шух! Ну, зря. Зря так делают, ребята. Можно гарантированно до дизрапшена. Там по таймингу попасть, что Эмбер просто не успеет улететь. Но при этом Эмбер имеет по итогу 4 крипа. 4 крипа. Джаггернаут 14 на 9. На легкой линии, как мы начали, такая небольшая доминация от Кентавра. Но она будет постепенно увеличиваться. Ретелейд зарядил, крипов бьет. Ему надо вангвард поскорее просто купить. И уже будет все ок. Так, тут дизрапшен. И опять фисты. Ну, как уйти. Там ботинок, Эмбер без ботинка. Кетчер работает. И очередной фраг для команды Fly to Moon и Fervient. Тоже можно немножечко поковырять здесь, по крайней мере, рейнджовыми героями. Аркут, естественно, надо отсюда ретироваться, чтобы не просесть под натиском вышки. Да, та самая ситуация, когда у тебя тиммейт в паблике взял лесника, и к тебе пришла трипла. Ну, ничего. Энигма скоро придет. Скоро придет на помощь. Астрал здесь не будет сидеть 10 минут. У него Арканы появятся. Астрал, выручай. Зайрет Зитрекс, наверное. Возможно, даже на 70-й зайрет. Когда Энигма с БКБ, Блинкдайгером, там еще Линкенсвера, на всякий случай прыгнет. Даст Блэхкол в пятерых всех поубивать. Тем более все игры Немига, которые мы смотрели, они шли больше часа. Надо посмотреть остальные игры. Забавности все остальные шли по минут 30. Не удивлюсь вообще. У нас самый удачный такой эфир получился. С точки зрения зрелищности игр. Но Мэлшторм рассказывал про вот этого герокоптера с тремя рапирами. Посмотрел, там, конечно, безумие какое-то происходило. Герокоптер в соло трон забрал за секунд пять. С тремя рапирами. Ну, было интересно. Посмотрите хайлайт в пабликах ухаба найдете. Атака на Эмбер Спирита. И снова смерть. И Эмбер устакует. У него уровень три. Ну, такой джиггер наута тоже уровень три. Ну да, но тут все-таки дабла. Тут реально три плата. То есть тут у всех уровень три. У саппортов даже самых таких, ну, ни о чем. Ну, зато уж Торма с Кентабром все в порядке. Сейчас Алвесу на Флай пытается подрезать Фирвиана. Да, шанс хорошая. Ну, надо... Солкетчера и... А, ну, я забыл. Алвесу на Флай играет душой. Да, да, да. И убивает. Да, все. До свидания. Тут еще и помогут. Он еще и не погибнет. Азитрикс оказывается в ловушке без кнопок. Блэйд Фьюри. Разрушил Вард, как я понимаю. Ну и на этом все. 6-0. Я напоминаю, что для Немиги это очень важная карта. Им нужно побеждать. У них просто нет выбора. От Лайт и Мун. Кайфуют. Кайфуют. Эмбер с такой покачкой даже в лес не может пойти. Увы. Увы. Плейнгварда нет. Он вынужден идти снова на линию. Снова страдать там. Там Фирвиан. Он что, Варды хотел поставить? Не-е-е. Не сегодня. Не сегодня. Но, правда, нет маны на Дизраушен. Однако... Диаборники, Солкетчер. Давай, до свидания. 7-0. Хочу отметить то, что Лишрак в позиции 4 все-таки больше любит дабл-лайны. Так, тут попытка, видимо, убить Марса. Есть Тампид. У Марса также есть 6-й уровень. Копьем он почему-то мажет. Без Рапша. Как это получилось, вообще непонятно, если честно. Но что дальше? Но Тиммейта подсейвили. Да, тут два саппорта приходят. То есть уже Джиггернауту помощь не нужна. То есть можно еще раз 5 убить Эмбера, но достаточно. Сейчас Джиггернаут хочет постоять на линии 1, пофармить. Желательно опыта получить в соло. Нормальное количество. Саппорты могут развлекаться, перемещаться и к Штромспириту. Хотя, я смотрю, он тут в лесу стоит. Фармит и активирует шрайн УВРК. 32 крипа. Ну, в общем, одинаково. Правда, Айсберг намного больше за днайл. Посмотрите, какая разница. 17 днайл, а Штромспирита лишь 2. И, ну, и Штромспирит, кажется, крипстаты одинаковые. Но очень много лесных крипов. Тут, я думаю, лесных крипов штук 15. Учитывая, что тут были стаки. До этого он фармил. Так, у нас там на топе, что-то, да? Нет, у нас что-то в лесу. Энигма. Нашли этого героя. Поставил Марс-Арену. И происходит еще одно убийство. 8-0. Пока Немига не отвечает фрагами. Но при этом преимущество у Флайта Мун минимальное. То есть, несмотря на вот эту доминацию по счету. И невероятная агрессия от Флайта Мун. Фармит Немига не хуже. Не намного хуже. Не считая только позиции 1. То есть, да, у Эмбера действительно все сложно. Атака на Джаггернаута. Нет у него Хелин Варда. Нет Шрайна. Не очень приятный момент. И нет никакого регена у саппорта ближайшего. Но подходит ли Шрак? У него тоже не было денег, чтобы купить какую-то фласку. Либо танго. Надо ждать Хелин Вард. Все. Можно восстановиться и даже, на самом деле, напасть. И тут идет Эмбер. Заметили его на крипах. Выходит Арк Лиминейт. Пропускает. Но Эмбер в итоге он сейчас тут бегает, но он не фармит. Он не фармит. 14 крипов первой попытки сделать телепорт. Его должны были заметить с ядом, но там потом Вижн пропал. Слоплайн не смог его спрятать. Да, как раз Вижн он его типает, поэтому что мог бы он сбить телепортацию, чисто теоретически. Ну да, пока игра такая. То есть вроде бы как топ у Flight to Moon выигран определенно и точно. У Zittrex крайне мало фармит. И сейчас его могут подрезать. Пошел стампить. Zittrex пытается убежать здесь. Dissrubtion нет. Zittrex на речку, на речку. Убегает на речку. Шекл мимо. Шекл, да, как-то не зацепил там с тем деревом. Ну, он был слишком далеко. Ну, знаешь, я уже на такие шеклы насмотрелся. Я уже ничему не удивлюсь. Даже такому. Этот шекл позволил хотя бы дать лишь раку стану, потому что был небольшой стан. А Zittrex все-таки подрезали. Ну, уровень 5. Вот, кстати, забавное противостояние двух керри Zittrex и Ark. У Zittrex много ПТС. То есть он, в принципе, на протяжении долгого времени в топ-100. Ну, Ark там вообще был в какое-то время, по-моему, даже топ-1. Был он когда-то топ-1? Я не помню. Я не уверен. Ну, он придет в аналитику, вот, может быть, там спросит его кто-нибудь или он сам расскажет. Но там топ-3, топ-5 у него точно где-то было. Вот как-то так. Или там топ-15. Вот. Ну, и Zittrex тоже он там был где-то топ-10, топ-20, если я все правильно. Ну, или там топ-30. Довольно любопытное такое противостояние на квалах. Хотя это, по идее, только Virtus.pro у нас вышли. И насколько квалы стали легче, что вот простые ребята с ММа проходят и играют. Там все команды, ну, в общем, премьера одинакового уровня, там топ-5 точно. Осману Флай, Иллюминаит залетел, ну и Эмбер начинает потихоньку мстить. Пришел Шторм, стало все значительно проще. Правда, Кентавер погибает параллельно. Энигма есть блок-кол. А что по блок-колечку? Так можно дать, без проблем. Жми. Жми, ты не убьешь. Ну, без блок-кола ты не убьешь. Жми. Я не знаю. Это даже не пятерка, это третья позиция. Идолоны бьют, блок-кол наносит урон. Он встанет, стоит. Может быть, он думал, что ВРК ему собьет блок-кол, но... Блин, ну где ты еще, Даша, этот блок-кол? Вот реально. Вот в ближайшие... Вот сколько кд блок-кола, скажи мне? Три минуты, да? Там 200 секунд. Да, 200 секунд. Где-то еще за 200 секунд можешь дать блок-кол. Вот сейчас. Ну сейчас. А сейчас! Ну, Лужбин! Давай! Ну, айсберг, на самом деле, я не знаю, что... Он на руну просто побежал. Он знал, что он получит блок-кол. Он мог убежать, но на руну он просто вперед пошел. Не знаю, что бы заорали, конечно, но у меня просто захотелось заорать. Нет тоже. Ну, типа, ну а что? Ребята играют душой, мы комментируем душой. Это что, нельзя, что? Да, и арк в топе потихонечку рушит вышку. Зитрекс попытается... Сейчас как-то помешать арку. По крайней мере, пачку на себя сагрить. Вот тут пытается найти Олвису на флаг. Кидает ремнант подальше. Продолжают Немига пушить в боте. Тут есть идолоны, есть тележка. Айзмерк и Флоу рядом друг с другом. Будут пытаться дефать, как-то, может быть, отспамить. Да нет, они просто хотят отспамиться здесь. Ну, просто подефер. Ну, конечно, конечно. Драться здесь они вряд ли станут. Там, в конце концов, и Котл с ультимейтом уже очень опасно. Тут вдвоем находиться, как-то сражаться с соперником даже на своем шрайне. Там вижн хороший у Немиги. Так, на ремнантах вытайдитрак. Забивает телепортацию. Сюда же Шторм Спирит. И легкий фраг для Немиги. Айзберг. Погоня за Кентавром. Кентавр. Ну, фокус фаер давать Кентавра, как вы понимаете, вообще не хочется. Ну, пока, да. Хотя, если душой играешь, то, в принципе, можно. Ну, давай. Не надо. Не, мы видели несколько игр, где ВРка давала фокус фаер в Кентавра. И, в принципе, ей от реталиейта не так много пролетает. Все зависит от билда Кентавра. То есть, конечно, если он купит Тараску, вкачает там нужные таланты, а у тебя на ВРке вообще нет урона, то ты будешь больше урона, наверное, получать сам, чем наносить. Но если ты, там, шестислотовая ВРка, против тебя Кентавр, там, с Блинком, Аганимом и Вангуардом, то, наверное, ты его развалишь. Без проблем. Даже если вообще в полный стэк выдашь, там, фокус фаер и... Так, здесь видят Кентавра, но и Кентавр видит. Ставится арена. Станетель широка, врывается Штрон Спирит. Можно убить Киперзлайт. Его убивают. Размен на Марса, может быть, Марса очень долго живет. Наконец-таки его убили. Слишком много на это потребовалось времени. Арк очень классно проультовался в этой арене. Ну и должны еще пытаться убить Эмбер. Эмбер, мана нет, но и стики. Он разводит, стики нажмет, полетит. Он бежит пока, да и контроля на него просто не хватает. Да, очень неудачная драка для команды Немига получилась. Вроде бы, как они были рядом со своей вышкой. Вроде бы, Коттл ультанул, все ультанули. Но вот арена Марса, прекрасный ультимейт от Арка. Причем ультимейт всего лишь первого левела. Который очень мало дает прыжков тебе и дэмэдж ты еще не успел развить как следует. Ну, 3 секунды ты прыгаешь. Продолжение следует. 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 Очень много героев команды Немига, здесь еще и Нивма подходит, но тут просто без шансов для айсберга Бодя отдыхает. Да-да-да, это все правильно, надо типы, надо вводить команду Флойта Мун в тильт. Хотя их тяжело все равно вести в тильт. Они не тильтуируемыми являются сейчас, понимаешь? Но как ты можешь вести команду в тильт? ПТС ты не потеряешь! И просто пофигу, пофигу, ты понимаешь? Они не выходят уже сто процентов. Они просто играют, потому что это спортивно, потому что это правильно. И ты не можешь ввести в тильт человека. Понимаешь, это есть такая древняя буддийская мудрость. Когда ты перестаешь шлиться, это было как с римлянами сейчас. Ну ладно, Аегис забрал арк, смотрит, что тут происходит дальше, забирают котла. И что-то или типа в ответ. Когда ты перестаешь злиться, обстоятельства не имеют над тобой власти. Ты можешь хоть в чат писать там ругательства какие-то игрокам. Ему все равно уже, ты понимаешь? Ему все равно. И это огромный плюс для Флайта Мун, потому что они сейчас уже вторую игру подряд могут просто выиграть. Отнять у команды шанс. Они у Гамбитов отняли шанс. То есть, если сейчас Вега выиграли, они же выиграли уже, получились. Да. Они у Гамбитов отняли шанс. И они у Немиги отнимут шанс. Они двух потянут с собой на дно. На дно! На дно! Цепили Кентавра, стан сверху, если какая-то помощь. Как минимум руну уже забрал, уже хорошо. И команда подходит, здесь сейчас будет вся команда. Несвоевременный стампид и это минус Кентавра. И Кентавр погибает. Да, ну дела. 23-11, да. Я просто не верю. Вега вышла с первого места без единого поражения с новым составом. Что? Как? А Гамбит... Ну ладно, Немига, ладно, бог с ним Немига, но Гамбит не могут выйти. Команда, которая была в одном шаге от НТА. Им нужно было вторую против Альянса, ну и третью выиграть, да, еще получается. Это 1-1 было, им нужно было выиграть одну карту. А, там 3 было. Да. А, ну вот, тем более. Или нет? По-моему, там было 2-0. Я что-то не помню уже. Отлично. Работаем. Тем не менее, они все равно были в шаге от попадания на им. Фишка в том, что потенциально тогда и дисбант может быть после такого. Клоу, конечно. То есть у команды буквально неделю назад все было классно, все было хорошо, и тут бац, и конец. Ладно, смотрим эту игру до конца, она еще не закончена, вроде как. Лишрак покупает тебе БКБ. Просто четвертая позиция БКБ. Вот тебе и позиция 4 Лишрак. 7800, почти как у Эмберспирита, у вражеского керри. Ну дела. Виндрейнджер БКБ, МКБ. Наверное, Аганим будет покупать Айсберг следующим слотом, чтобы Виндранов было побольше. И тут же Гернаут понемножечку подфармливает на вражеской территории. То есть фактически, Флайт Умун сейчас заперли команду Немига на их собственной базе. Комната ожидания Блэкхолла. Комната ожидания Блэкхолла. Погоди. Надо дождаться. Шиклшоты, дизрапшина Станали Широка, Копьян Марса. И можно прыгать? Это не так-то много, на самом деле. Эти скиллы остаются... Нет, эти скиллы остаются часто. И тебе даже не обязательно Блэкхолл держать все время. Понимаешь? Ты кинул поле, кинул Блэкхолл. Там хотя бы 2 секунды этот Блэкхолл с полем полежал. Ты уже дашь хороший ДПС. И ты уже дашь возможность Штон Спириту куда-то влететь. Кого-то задамажить, убить. Там Эмбер прилетит. Фисты. Чух-чух. Туда-сюда. Ремнанты чины. И может быть что-то получится. Вот. Подцепили Шадо Демона. Уже неплохо. Уже неплохо. Там в боте Эмбер скипает пачку. Ждет. Есть ли как-то возможность у Флайта Муна его подцепить. Но он видимо очень быстро эту пачку заберет. И Ремнант у него... Так, а тут Слеер у него есть. Атос. Так, а Слеер его ищет. Потому что Зитрак сжатничает. Зитрак! Он хочет еще пачку. Почувствовал, что... Они чувствуют запах. Они понимают, где он... Не успеет. Там никак. Один Лешрак его вообще никак не убивал. Это понятно. Если бы еще какие-то там телепорты были бы, то, наверное, были бы шансы атак. Атак, естественно, нет. Аганим на Виндрейнджер. Уже готов. Шадо Демон приобретает Смоук. Плюс еще двадцатый левел на Виндрейнджер. Что там по талантам? Невидимость, понятно. Ну... Как же хорошо, когда ты можешь прокликать на таланты и убедиться в том, что... Опа! Шекл минима. Инима. Блэкхол может быть? Но Блэкхол... Непонятно, стоило ли нажимать здесь. Не-не-не-не. Хотят догнать Айсберга. Он на Виндранах. У него же двадцатый уровень. Невидимость. Нет. Он Аганим нас только вовремя привел. А тут на развороте. Шекл попадает. Если какая-то помощь. Енигму может дать Блэкхол теоретически. Фервион здесь рядом. Там, если что, с ультимейтом подходит Шедоу Демон. Шедоу Демон может спрятать. Шедоу Демон дает пурш. Фервион на копье. И это минус Фервион. Минус саппорт пятой позиции команды Немига. Блэккинг Бар на Марсе. Реализовали Блэккинг Бар Айсберга вот так вот. На фраг пятерки. Ну, в принципе, Flight to Moon... Не знаю, есть им куда торопиться. Ну, вообще, конечно, надо бы посильнее давить соперника. Потому что там с минуты на минуту БКБ должно появиться. Там 8200, да, у Нигмы? Сколько? 8200. Арканы, Мека... Не скоро. Не скоро еще БКБ. А, еще таланта на пятнадцатом нет. Ну, тогда да. Тогда времени еще много. И плюс тут потихонечку начинают уже... ДД плюс Айегис. Ну, хорошо работает Розочка. Но ставится Хеленвард. Нужно его как-то разрушить. Шторм рывается. Арка пытается убить. Немножко не хватило. Ах, БКБ от Лешрака. Поторопился, мне кажется, с Блэкинг Баром. Меднайт Пульс все равно там вносил урон. То есть, с толку от того, что он нажал БКБ не так много. Но, ничего. Нет, Оркидом его успело задамажить? Если не успело задамажить Оркидом, то, может быть, БКБ его засейвило. Но, по-моему, там успел. Ладно, не будем делать поспешные выводы. Главное, БКБ нажал, это не критично вообще. Разбили Т3 вышку. Открывается возможность разрушать Шрайны сейчас у команды Flight to Moon. И вот они понемножечку, собственно, с этими Шрайнами и справляются. В боте разрушили, можно в топе разрушить. А Эггис недолго будет еще в инвентаре у Джиггернаут, если уже не исчез. Так что с ним уже вряд ли куда-то прям можно выйти. Какую-то крупную драку. БКБ на Шторм Спирите. Нет, вообще, Flight to Moon даже близко еще не выиграли. Вот я тебе так хочу сказать. Вот реально, даже близко еще не выиграли. Пока в этой игре есть Энигма, который в перспективе может купить Black King Bart. Эггнигма! Дизрапшн нужен, но не вы Нигму. Странно получилось. Врывается дальше Кентавр. Стан по-двоему убивает. Моментальный Джиггернаут. И Марс врывается. Шторм дальше на Шадоу Демона. Ему можно убить Шадоу Демона в таверну. Как-то получилось, что Always One of Light дал Дизрапшн не вы Нигму? Как-как? Как? Гейм Руинка. Так и получилось. Понимаю. Резкая просто игра от Астрала и просто-напросто Шадоу Демон не успел среагировать. Мне кажется, не понял вообще, что произошло. Ну и как бы вот Black King Bart на Энигме не за горами. Пятнадцатый уровень апнулся. Денежка капает. Сюда. Эмбер Аганим. Эмбер, который был пустой. Просто на линии Салат проиграл. Умер на линии раз шесть. И оставшиеся два раза умер уже по игре. Покупает после Майл Штрома. Аганим. Есть барабаны. Уровень двадцать. Берет себе талант на спелл амплификейшн плюс десять процентов. Шторм в порядке. Ну и да, как и Форс от Нейтсел этой Энигме дал Black Hole без БКБ. С Блэкенбаром ситуация поменяется. Потому что тут просто не будет никаких вариантов, чтобы его сбить. Лишрак дофармливает тебе Хекс. Жду Демон Линза. Дальше может попробовать взять тебе... Может Спирит Весел. Может Аганим. Джигернаут почти с бабочкой. Еще один кем крипов. Купит тебе Баттерфлей. Видите последнего предмета Коттерстафа. Ого, да, игра. Последняя игра в рамках групповой стадии. Это игра, которая решит, будет ли у нас перегровки, либо нет. Для Флайта Мун эта игра ничего не решает. Для Немиги это решает все. В итоге у нас... Ох, ладно. Тут, конечно, невероятно. Невероятно, что происходит. Но, как вы понимаете, даже несмотря на вегу 7-0, надо еще плей-офф провести. Там плей-оффы нужно выиграть. Выходит... Сколько матчей? Один? Два? Ну, один точно. Второй гранд-финал должен быть. Правильно ведь? Ты о чем? Про плей-офф. В плей-оффе много игр. У команды, которая победит первый раунд. Тебе надо выиграть три игры. Ну да. Вот это ты мне сказал. Много игр. Спасибо. Ну да. Просто ты тут начинаешь считать. Нет, там... Три игры должно быть. В плей-оффе нет такого, что ты просто взял на шару, раскатал где-то и победил. Нет. Полуфинал, финал и гранд-финал будет. Три игры у команды, которая победит все игры в винарах. Да. Так, у нас там смоук. БКБшка... Айсберг. Айсберг решил драться. Но... Как-то ответит, но Блоккола нет. Блоккола нет. Блоккола нет. Есть БКБ, но Блоккола КД. Да, так бы можно было нажимать с уверенностью. Так бы можно было, да, подсолить здесь на Энигме айсберга. Было бы отлично разменять киперзлайд. Да, я тоже согласен. Но хотя срочно сейчас остается Блоккол на Рошана с БКБ. И это лучшее место для переворота. А успеют ли? Они даже не идут. И можно их поймать, они ничего не видят. Но они должны предполагать, что Рошан там может быть. Потому что тайминг Рошана у них наверняка есть. И соперника нигде нет на карте. Но тут... Они бы вряд ли успели. То есть туда же надо не просто прийти. Туда же надо прийти, занять позицию. Поспамить скиллами. Получить какой-то вижен там в Рошане. Что там вообще происходит? Может он уже умер практически? Нет туда смысла прыгать. А ребята из Лайд Умун, возможно, попытаются сейчас как-то выцепить. У Марса, по идее, должен быть блинг. Я видел у него блинг. То есть он может прыгнуть и копьем вытолкнуть кого-нибудь. То есть... Вот. И это будет фраг. Хотелось бы, конечно, кому-нибудь менее плотного. Не Кентавра. Какого-нибудь, не знаю, Котла или Энигму. Энигму было бы вообще прям идеально. Влетает Шторм. Разрушает Хилингвард. Тут пока что падает Рейнжовый Барак. Подрубается Фортификейшн. Нужно быть предельно аккуратными. И Радиент, и Дайер. Потому что... Если Дайер сейчас здесь за счет Блэккола всех поубивают, они полностью камбэкнут в игру. Ну, там тысяч семь, наверное, будет. На самом деле, Айсберг может ворваться даже в Энигму с Блэкхоллом, который будет кастовать и убить ее очень быстро. С Фокус Вайером, с МКБ, с Кристаллисом. Это правда. Ты не забьешь Блэкхол, но убьешь Энигму за 2 секунды. Смотри, какая ситуация. Есть Аегис на Джаггернауте. Есть Дизрапшн на Шэдоу Демона. Верка вряд ли подставится под Блэкхол. Потому что Бараки бьют у нас Лешрак и Джаггернаут. Правильно? Угу. Значит, ты даешь Блэкхол. Попадаешь в Джаггернаута или Лешрака. У Джаггернаута Аегис Лешрак оказывается в Дизрапшне. И даже если ты после Блэкхола Джаггернаута убиваешь, он заспавнится. У Лешрака после Дизрапшна есть Цир. У него же, по-моему, Цир. Да? Нет. Цир у Верки, видимо. Или это вообще... Нет. Цир у Верки. Все правильно. Ну, тогда ладно. Тогда, может быть, Лешрака может... Заходит Лайтумун. Станет Кентавра. Дизрапшн есть. Закрывает при том, что тут Демна Вортексом. Ставится Арена. Попытка быстро убить Кипер в Злайт. Его убили. До сих пор мы не видим никакого Блэкхола. Погибает и Лешрак. Выходит Энигма. Пошел Блэкхол. Хорошо. Марс Кипер в Джаггернаут. Но там Аегис. Там есть Аегис. То есть этого будет, конечно, маловато. Марс отсюда просто уходит. Выбивает Аегисов за Иммортал. Больше кнопок нет. Здесь нужен Айсберг. Айсберг шокошот с кулдауни. Отлично. Очень вовремя уходит отсюда Джаггернаут со своего Блинкдаггера. За ним погоня. Вортекс. Блэдфюри появляется. Много урона получает. Очень много урона. Есть Блэдфюри. Хеленвард ставится. Арк пытается отсюда просто уйти. Айсберг дает Шекл. Виндрану еще остается один заряд. Есть Фокус Файр. Можно развернуться. Есть Цирр. Можно убить Энигму. Копьем мимо. Ошибка. Грубейшая. Джаггернаут. Станн Добл Эйдж. Добивает Джаггернаута. Есть отличный Шекл от Айсберга. Нет ульты. Нет ульты. Нет урона. Можно попытаться, конечно, руками просто заковырять здесь Зитракса. У Зитракса мало здоровья. Там прокают очень жесткие трички. Рейв Штрансберита. Вортекс. Оркит. Верка. Больно. Станн от Кентавра. Будет облэдж. И должны добивать Верку. Да. Получилось. Флоу остается один. Он сделал там фраг, по-моему, на Зитраксе. Но при этом остается здесь один против всех. И должны его добивать. Он отсюда никак не уйдет. Ну, такой микро камбэк, я бы сказал, сделали Немига. Да, отлично. Отлично. Они не шибко много денег отыграли. То есть там была разница 14, стало 9. При этом они потеряли рейнджовый барак. Ну, ладно. Рейнджовый барак это ерунда. И то, что они до сих пор еще в игре, это, пожалуй, единственное, что имеет значение. Потому что, повторюсь, Энигма, БКБ плюс Блэкхолл это ультимативная связка, с которой пока Флайт Умун ничего не могут сделать. То есть они могут сыграть на как-то байбеках. На Аегисе они могут сыграть. Но вот Лишрака не хватило. Сыр на Верке был не нужен. Был ли заюзан сыр на Верке? Был, был. Но от него уже мало что зависело. Вот если бы Лишрак пожил подольше и позажигал бы там как следует, это было бы намного полезнее, на мой взгляд. Да, и, конечно, очень обидно то, что у Верки сейчас нет возможности так резво кастовать ультимейты, да, налево и направо. Раньше, когда ты покупал Аганим, ты усиливал свой ультимейт не только по ДПС, но и по кулдауну. У тебя не было кулдауна, по-моему, на фокус файре. Я уже точно не помню. По-моему, не было? В смысле, не было вообще. Ну или он был там супермаленький. 10 секунд он где-то был. Ну да, он был супермаленький какой-то. И ты фактически всегда его мог кастовать. Ну что такое 10 секунд КД на фокус файр? Ты его скастовал, кого-то там побил, ты же, наверное, 10 секунд будешь его бить, наверное. Правильно? А потом, когда КД проходит, ты уже другую цель себе выбираешь. Но при этом ведь и раньше кулдом был всегда 70, а теперь он только 30. Это правда, это правда. Ну и как-то поприятнее становится. Это правда. Ну да, наверное, это больше баф, но все равно вот 20 секунд все-таки немножко многовато. Вот как раз там прекрасный Шекл дал айсберг. Если бы у него тогда был фокус файр, он бы там мог кого-нибудь еще похоронить успеть. А так у него элементарно не было дамага. Ну там он ворвался в Энигму, помнишь, с фокус файра ее подрезал. Вот, а на следующий такой микро-тимфайт уже не было возможности кставать фокус файр. И из-за этого не хватило урона. Элементарно. Расставляет вардишки. Always on a flight. Там девардит, что может. 21 уровень у джиггернаута. Талант на армор, правая ветка. Все понятно. Тут особо ничего не добавишь. Вот, да и вроде как со слотами тоже у него все окей. 22 тысячи нетверс. Надо играть смело на байбеках в команде Flight of Moon. Это самый верный способ обыграть Энигму. Купить травала, купить там какие-то недостающие тебе артефакты другие. Пойти, аккуратно конечно сыграть против Блэкхола. Там понятно не в пятером встать, но если какие-то герои попали в этот Блэкхол и умерли, ты просто выкупаешься и идешь дальше. Потому что когда Шторм Спирит апнет 25-й, когда у Эмбера будут еще слоты. А, у него уже 25-й. Все, тогда окей. Тогда так уже может быть не очень просто будет сыграть. Потому что, ну, ты выкупился, пришел, а Шторм всех крипов убил. Своими ремнантами. О, так что, так что да, так что не очень, не очень будет по кайфу сейчас даже вот таким образом играть. Но где-то в центре карты, если развяжется драка, то можно будет ее за счет байбеков конечно же выиграть. К тому же у Flight of Moon есть Шрайны, в отличие от команды Немига. Немига выходят. Айсберг. Но слишком быстрый. Хочется найти другую цель. Видит Эмбера, понимаешь, что как-то глубоко он заходит. Я думаю, подозревает Flight of Moon, что что-то здесь неладно, и скорее всего он здесь под прикрытием. Ну, ребята, еще такой вот хитрый глубокий вард, который будет видеть перемещение в лесу. Но Flight of Moon покидает территорию верхней линии, перемещается на мид, перемещается, собственно, на лес. Уходит. Готовы контролить баунти руны справа. Они Немига аккуратненько могут выйти на вот эти вот руны. Но и по локе законтролит лишь одну. Да, Айсберг очень аккуратен. Он понимает, что здесь может быть ловушка, нажимает виндран, быстро берет руну и быстро уходит. Да, как-то Немига слишком боятся. Да, может быть, немножко посмелее в таких ситуациях. В итоге остаются и без фрагов, и только с потенциально одной баунти руны. Похоже, ноль баунти руны они заберут. Марс рядом. Но он решил даже не проверять ее. Ой, ну какой же дешевый байт. Ну, хотя... Как-то неохотно нападают. Посмотрите, вообще никто не помогает. Help! Все боятся блокхола. Убивает что-то демон. Там Штурспирит параллельно погибает. Айсберг прорывается. Энигма! Нельзя погибать! Энигма погибает! Есть байбэк. Скорее всего, придется оккупаться тому и другому. Погибает и кипер взылает. Марс под станом, но больше нет никакого урона. Залетает копье слишком поздно. Шторм погиб, как видите, вообще параллельно на другой части карты. У нас драка была с двух сторон. Окупается кипер взылает. Конечно, Fly to Moon хотят еще байбэк. Еще два байбэка. И очень быстро наказывают джаггернал. Так как, ну, здесь пошел прям один. Дальше атака. Врыв. Ну, тут телепорт. Что по Блэкхоллу? Энигма... Нет, Энигма слишком далеко. Ну, и сейчас команда Fly to Moon находится в одном шаге от победы на этой карте. Все, что нужно сделать, это смыкануться пиков, найти Энигму. И это конец. Ну, а аниме, естественно, надо как-то холдить. У них нет байбэка еще и на Шторм Спирите, помимо всего прочего. Ну, а сейчас минут 30 секунд ждать очень долго. Блаторн появляется у Верки. И Айсберг на подходе. И Нулифайр. Предметы, которые просто уничтожат Шторм Спирита. Так, на топе. Кентавр. Шекл. Фокус Файр. Блаторн. Ну, не сказать, что тут Кентавр особо страдает. Согласитесь. Несмотря на... Ну, как сказать. Еще один Шекл, но уже страшно. Еще один Шекл, но тут надо уходить. Айсберг есть арена. Хотя, есть Блэкенбар. Можно вернуться в драку. Айсберг это и делает. Литает Шторм. Попытка убить хотя бы Марс. Ставится в Елловисп, но там массовые Блэкенбары. Телепорт. Блэкенбар действует очень долго. Поэтому без проблем Марс уходит. А вот Айсберг не факт. Даст на нем висят. Появляется еще один Вендран. Там еще и гонит Слеер с Хексом. Бедного Фьервиона. И можно убивать. Кипер Зелайта. Ставится Сентри. Слеер. Сейчас затянется Хексом. Но слишком быстрый Хипер Зелайт. С Транквилами. Да и сам по себе герой. Которого догнать крайне трудно. Кентавра не будет 60 секунд. У команды Флайт Мун будет небольшое окно. И будет окно в 30 секунд без Кентавра. Когда уже появится Рошан. Такой вот интересный момент. Посмотрим, смогут ли Флайт Мун угадать таймингами этого Рошана. Там может появиться Аганим либо Рефрешер. Ну для Немиги наверное лучше Рефрешер. Правда им Рошана очень тяжело забрать. Для Немиги лучше в принципе выиграть. Да. Сказал так. Ой слушай. Такие индийские это же тоже очень крутая тема. Опа! Баш! У меня еще сердце не остановилось. Представь что у шторма творится. У него наверное там все сжалось. Внутри. После такого. Воды бы. Кто нибудь. Воды. Ладно нам нельзя отсюда выходить. Пока мы не закончим просмотр этих квалификаций. Ну идут забирать Рошана. Что там внутри в третьем Рошане. Это Рефрешер. Рефрешер который пригодился бы теоретически. Лешраку. Дабл диаболики. Два БКБ. Дабл диаболики. Ну да. То есть тут наверное Аганим был бы лучше. И для Марса. И для Лешрака. И для Джиггерта. Да и в конце концов для Шидоу Демона. Где? Три буржа это тоже очень круто. Вот. Почти нули фаер. Блин ну это же реально на дно будет. Сейчас уже прям вот близко. Немиге надо писать вообще чат напишите ГГ. Пустите. Пустить или душить. Вот. Две кнопки у айсберга. Р это душить. А Альт Ф4 это пустить. Получается. Ну да. Ну как. Три кнопки подхичь. О. Шидоу Блэйд на Энигме. Шидоу Блэйд на Энигме. Важно какой-нибудь такой сники Блэк Холл. Что называется кастануть. Да я тоже там посмотрел на табличку. Красиво выглядит конечно. Нули фаер есть у Эрки. У Богдана Айегис на байбэк он не оставляет деньги. Но у него в конце концов в топе Т1, Т2, в миде Т2 и в боте Т2. То есть он как бы наверное не боится погибнуть. Так. Вероятность побед 86% за командой Fly to Moon. Дота Плюс на стороне команды Raiden сейчас. И ждут. Ждут не мига. Заход противника. Возможно придется использовать какой-то хитрый смоу. Как-то выйти в спину. Потому что вот так вот просто сидеть и ждать. Я боюсь что не получится выдать Блэк Холл прям идеальный. Айсберг давит топ. То есть все линии сейчас поддавлены. Посмотрите сколько крипов на центр. Ну а Шитл Блэйди команда Fly to Moon по идее не знает. И никма не палится. Знает, знает. Знает? Я думаю что ну. Ты думаешь спалился где-то? Я думаю хоть раз и не ему вышел на крипов там нажал и долонов. Ты на и долонов можешь нажимать. Давай предполагать от того что не знают. Давай попробуем играть от этого. Марс купил себе Аганим после Дезолианта. Тут знаешь ситуация очень похожая как вот у комментаторов. Ладно. Пов топим потом. Вот. И посмотрим чем сейчас закончится вот это вот противостояние. Рядом с хайграундом в боте. Джаггернаун конечно очень запакованный. Эмбер уже 25. Вот он Зитракс. Как же ему было плохо в самом начале. А сейчас у него вроде как все ок. Ну бывало и получше. Э ну как же вард надо же контролить-то. Ёлы-палы. В Дезрапшн спрятали. У крипов не было других целей. Они пошли вард разрушили. Спам иллюзиями просто идет. Аккуратненько ребята подрезают Д3 вышку. Ну так. Так это был смоу какой-то что ли. Или мне показалось. Наверное показалось. Ладно. Шторм без маны. Глиф выиграл время. Крипы на месте. Так там на центре какой-то врыв от ВР-ки. ВР-ка пытается просто как-то растянуть Драку. На две линии сразу. Окей. Вортекс. Айкс есть. Нормально все. Но правда потом дальше может быть и Блэкхол. Айсберг уходит в БКБ и Виндран. Его не битно. Параллельно там идет атака. Есть Дезрапшн. Олвесванафлайя пытается убить. Олвесванафлайя дает пурш. Пытается еще отсюда убежать. И похоже не смогут его убить. Отдали какое-то количество ресурсов Немига. Ну развели ВР-ку на БКБ. Но и Эмбер БКБ нажал. А тут есть Хилингвард. И сейчас Арк вместе с Айсбергом должны подхилиться. У ВР-ки еще кулдаун редакшн не забывают. То есть БКБ откатится намного быстрее, чем у Эмбера. Безусловно. Безусловно. То есть 20 секунд уже можно заходить. У Эмбера еще кулдаун 40 секунд. Такое вот окно в 20 секунд достаточно. Все равно как же сложно заходить. Тут стоит Коттл. Он спамит. Кентавр танкует. Ему не страшно. Да, есть дабл дэмэдж в топе. И Арк как раз его сейчас найдет. Но пока он возьмет. Пока он добежит. Дабл дэмэдж уже почти закончится. Ладно. Он одну прокрутку сможет сделать. А тут его еще и спрятали. Две с половиной секунды. Так, крипы есть. Один крип. Надо новую пачку ждать. Дабл дэмэдж пока не палит. Джайгер. Сейчас вроде как спалит. Бежит. Дайгер начинает бить. Так, бьет. Прокрутка пошла. Минус миличный аппарат. Хорошо. Хорошо, но от этого игра не меняется совершенно. Ну, как сказать. Все-таки линии уже нет полноценной. То есть даже если... Как-то вот потихоньку вот так вот заходите. Все равно же проще, когда ты уже мид поломал. Арк. Минус пол лица. Нажимает Блэйд. Можно после Блэйда как-то его поймать. Попытаться убить. У него ведь нет Эйгиса. Но тут моментальный блинкаут. Пошел стамбит. Непонятно. Целькин. Кентавр врывается. Провал Энигмы. Блэкхолл попадает по Джаггернауту. Но не очень хорошо. Работает Хиленвард. Хиленвард хилит. Джаггернаута не могли убить. Пошел он не слэш. Джаггернаут начинает прыгать по трем героям. Вело виспу урона. Очень мало. Пока Джаггернаута ставится арена. Марс закрывает всех. Марс аганимом надо бить. Есть копье. Кентавр вне игры. Погибает Энигма без байбека. Арк на ЛОХП. До конца нужно жить. Пытается Эмбер уйти из драки. Погибает Джаггернаут. Погибает Шиленвард. Есть байбеки. Выкупается пока лишь Шиленвард. В таверну отправляется Эмбер. На ЛОХП. Остается Кентавр. Атака на Марса. Парс нажимает цир. Байбек от Эмбер. Джаггернаут все еще не выкупается. Пропадает Аэггис у Айсберга. Временно покидает драку. И Шеклшот Фокс Пайер в кулдауне 10 секунд. Айсберг возвращается назад. Нули фаер. Шекл. Кипер Злайта можно убить. Параллельно ЛОХП оказывается Марс. Марс до последнего. Вместе Слеера можно убить Кентавра. Кентавр на ЛОХП. Кентавра добить. Кентавра добили. Что он предстоит с нового драка. И дает Сайленс по Жду Демона. Больше ничего нет. Массовые байбеки от команды Флайд Умун понимают, что в меньшинстве не мига. У них нет выкупов точно. Айсберг вырывается дальше. Дает Сайленс по Кентавру. Нули фаер не дает. Байбек еще один от Киперов Злайта. И что, Флайд Умун уйдут? Ух, я даже не знаю, но там нет Энигмы, нет Блэк Холла. А что там по байбеку у Энигмы? Байбека не будет... Ну там 150 золота, оно потихонечку капает. Но какой в этом толк, если у тебя нет Блэк Холла? И не знаю, возможно, Флайд Умун, что может там золото, может Энигма сейчас продаст сертифакт и купит рефрешер в конце концов. И выдаст Блэк Холл. Да, 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 да. Нужно так делать, но нужно ждать. 24 секунды. Покупаться нельзя, покупаться нельзя, иначе денег точно не хватит на рефрешер. Там надо будет вообще все продать. Шторм полетел снова, Сайланс. Жигернаут добирает еще одну казарму, очень больно. Эмбер, Эмбер, нельзя погибать, Эмбер! Погибает, не будет 2 минуты его. Вся надежда на Блэк Холл. 10 секунд спаун Энигма. Шторм снова полетел, находит Шидоу Демона, можно убить. Он без байбека возвращается, а назад Шторм нажимает Блэкенбар. Врыв на Жигернаута, его хотелось бы очень убить, но мало урона. Ставится арена. Ширака, или Ширака, похоже, готова продавать. Ширак есть Блэкенбар, нажать его не успеет, да и работает Midnight Pulse. Ну так это мега-крипы? Да, это мега-крипы. А как тут дефать? Непонятно. Ну понятно, что они мега не будут сдаваться, это точно, но... Я, конечно, не хочу убивать Интригу, но... Если Flight to Moon захотят, они выиграют эту карту уже 100%. Ну то есть, что тебе нужно сделать? Тебе нужно дождаться следующего Рошана, тебе нужно дождаться наличия всех своих байбеков, и потом идти. Вот и все. И даже если ты умираешь, ты как-то размениваешься, заставляешь как минимум Энигму потратить Блэкхол, выкупаешься, идешь снова, Блэкхола нет, гг. Мега-крипы вас задавили. Увы и ах. Ну ладно, посмотрим. Может быть игра по какому-то более интересному сценарию будет развиваться. Конечно, очень хотелось бы на это надеяться, потому что... Насколько... Вот насколько неприятно, да? Представляешь, проигрывать вот это вот? Не мига. Flight to Moon по кайфу выигрывать, я тебе так скажу. Не, если бы я был игроком Flight to Moon, и я бы понял, что я не выпустил две команды... Лично победа. Я бы обрадовался. Ну, конечно. Да, как бы это ни звучало странно или глупо, но... Да такова природа человека, на самом деле. Особенно в последнее время. В... Когда у людей сбита вообще вот эта вот система... Как же она там называет там... Забыл уже. Ну, в общем, очень часто сейчас люди любят вот так вот поступать. Ну, опять-таки, в рамках киберспортивного турнира в этом нет ничего зазорного, это наоборот даже правильно. Они же не назло выиграют, они играют в доту. Да. Они же специально стали сильнее играть, а вчера все игры проигрывали, типа... Да, об этом я и говорю. Система мотивации, короче, у человека. Это вот из-за этого я там смотрел какие-то видосики на ютубе там. Товарищ рассказывал, довольно неплохие аргументы приводил. Ди-Ди на топе. Ди-Ди. Ди-Ди. Можно в боттл поставить этот Ди-Ди. Боттла нет ни у кого. Ну, купить можно, значит. Куда? Рошана ждут. Там ведь Рошан будет сочный. 55 секунд, да. Ну, они курьеры его проверяют. Сто процентные условия победы я тебе назвал буквально три минуты назад. Ну, ладно, не сто процентные, 99 процентов. Все-таки один процент. Нет ничего в этом мире, что подчиняется вероятности в сто процентов. И, соответственно, вероятности в ноль процентов. Такой вероятности просто не бывает. И все-таки надо оставлять один процент под что-нибудь, под всякие... Не знаю, вдруг сейчас у команды Fly to Moon дропнет интернет. Их задудосят. И они не смогут вообще зайти. Такой же может быть? Конечно. Ну, все. Значит, вот это то, что может как раз войти в этот один процент. В это случайное событие. Но Dota Plus немножечко со мной не согласна. То есть там где-то есть еще один процент на что-то другое. На один процент Шторм, второй процент Энигмы, на самом деле, если так по игре смотреть. Ну, Шторму одному трудно. Тут все-таки абсолютно все крутится вокруг Энигмы. Надо рефрешер купить. Так, четверто Рошан — это и Аганим, и рефрешер. Смотрим, кому достанется какой предмет. Интересно, кстати, что выберут. Ну, Джиггернауту можно отдать, конечно. Аганим Джиггернауту, мне кажется, надо. Да, да, Аганим Джигг... А Шард можно отдать лишь врагу. Трипл диаболики могут быть. Но в итоге Айсберг забирает Аганим. Видимо, давит авторитетом арка. В смысле? Нет. Не-не-не-не-не. Айгис, я сказал Аганим? А, Айгис, да, Аганим. Ты сказал Аганим. Аганим Верка съела сама. Аганим забрал арк. Аганим забрал арк. Да. Аганим забрал арк. Чтобы он не слэш был пожетче. Трипл диаболики будут? Ох, риск. Риск. Погоди, а у него что, рефрешер орд есть на гранавте? Айсберг решил реализовать Айгис по максимуму. Хорошо. Энигма. Энигма! Обрывается, блокхолл по двоим. Эмбер полетел туда же. Кентавр стана из Вилу Виз. Можем попытаться убить хотя бы шедоу демона. Шедоу демона много урона. Добивать должны и Марса. Марс в последний момент получает дизрабшн. Энигма больше нет блокхола, нет никого рефрешера. Погибает шедоу демона без байбек. Энигма с байбеком. Флоу на ЛХП отъедает очень сильно. Кентавр под ареной не может ничего делать. Вынужден драться против Марса. Один на один. Кентавр и Эбисол. Кентавр должны добить. Кентавр погибает без байбека. Шторм уже выкупился. Там идут мега хрипы. Очень тяжело здесь драться и защищаться. Одновременно кипервзлайт получает Хекс. Должны его добить. Кипервзлайт под Глимер кейпом. Есть вортак в последний момент по Марсу. Фервиан живет. Блайдни лайт. Флоу откидывает подальше. Но остается голый трон. Голый трон. И мечта команды Немиги уничтожается прямо сейчас. Аркблайд Фьюри просто бьет трон. Слэйр бьет трон. Падает лишь Рагпиз. Байбек и трон остается на 300 хп. Ноль хп. Немига на дно. Красавцы конечно флайт уму. Но блин. Сыграть 0-5. Изуринить двум командам подряд. Это конечно сильно. Я вот. Чисто по-человечески. Мне жаль. Жаль Артема ФНГ. Жаль Фервиана. Жаль Зитрекса. Всех этих ребят. Мне искренне жаль. Но это было красиво. Это было черт побери красиво. Я реально не помню такого вообще никогда чтобы было. Жесть. Просто жесть. Потрясающие игры. Потрясающий игровой день. Ладно. Командов на самом деле морально-волевых побольше. Потому что очень тяжело психологически наверняка такое пережить. Немига все равно молодцы. То есть к ним претензий никаких нет. Они вышли с открытых квалификаций. И в принципе во второй игровой день показали не самую плохую игру. Они молодцы. Они закончили 3-4. Это реально неплохо для коллектива. Это как Гамбит закончили. А вот с Гамбитами я честно говоря пока вообще не представляю что будет происходить в ближайшее время. Что будет вообще с командой. Потому что ну если бы я сейчас был на месте Гамбита если так представить. Тут слов просто никаких нет. Это невероятное разочарование. Ну что ж у нас таким образом остаются в игре. ВЕГА, НАВИ, ЭМПАЙР и ВИНСТРАЙК. Да. Вот и на 4 команды. ВЕГА первое место. НАВИ, ЭМПАЙР и ВИНСТРАЙК как-то должны поделить места. Я не знаю как. Видимо по личным встречам будет. Поэтому мы будем ждать плей-офф. На этом регион СНГ в рамках групповой стадии квалификации на TI-9 завершен. И уже завтра начинается плей-офф. Поэтому приходите так же будет.